дорогие друзья здравствуйте сегодня я расскажу вам о том как правильно сформировать будущий кустик трейлерной фиалки значит самое первое что вы должны понять сформировать куст трейлерной фиалки это не означает что у розетки у кустика нужно удалить какие-то лишние листья либо же зачистить лишние пасынки формирование это прежде всего посадка фиалку трейлер можно выращивать в одну голову то есть высаживаем одно растение в один горшочек или же кашпо фиалку трейлер можно выращивать в три головы даже и в пять и всем то есть высадка нескольких растений одинакового размера в одно кашпо как правильно в одну голову или же в несколько голов значит правильно будет и так и так все зависит от вашего желания и от того что вы хотите получить какой кустик единственное на что следует обращать внимание вот если вы не знаете какой имя какую именно посадку вам выбрать в одну голову либо же в несколько голов значит обращайте внимание на сорт какой у вас сорт фиалки трейлера трейлеры бывают кустовые это те которые растут вот кустиком они не вытягивают стволики так как вот ампельная трейлера если у вас кустовой трейлер то вот кустовые трейлеры лучше всего вы выращивать в одну голову то есть высаживаете в горшочек одно растение и она у вас там вот само распушиться раскуститься если у вас позволяет место если у вас позволяет место вы можете потом методом перевалки добавить объем горшочка побольше и кустик еще станет больше кустовые трейлеры можно выращивать вот такой вот полянкой то есть один сорт ну там несколько да там пасынков допустим укореняете в кашпо и выращивается вот такой полянкой он будет вот эта полянка будет расти и будет цвести но полянкой не будет вот так вот куститься трейлер то есть он зацветет и потом вам скорее всего придется переращивать то есть заново снимать пасынки и заново их укоренять второе правило формирование будущего кустика трейлерной фиалки когда у вас уже вот растет трейлер то есть вы уже определились как его правильно посадить и вы видите что трейлер допустим очень сильно посынкуется да вот как в этом случае вот тут забитый кустик значит вот здесь уже формирование это либо действительно удалять лишние листья зачищать лишние пасынки чтобы кустик стал более такой знаете света проницаемый да потому что для цветения нужен свет а вот в такие плотные кустики света попадает мало и естественно они будут ну либо вовсе не цвести либо будут очень плохо цвести и вот здесь это уже действительно можно удалять какие-то лишние листочки либо же зачищать лишние пасынки но опять же возвращаемся к тому какой у вас трейлер потому что кустовые трейлеры они как правило прям очень сильно посынкуются да и вы удалите какой-то лишний пасынок этот вид трейлера значит он следом же там вам выпустит другой пасынок и на форму кустика будущего в общем-то это не повлияет если же у вас ампельный трейлер и вы решили убрать какую-то там часть лишних на ваш взгляд пасынков либо же листочков вы можете столкнуться с такой проблемой что у вас растение очень быстро израстется значит у ампельных кустиков у них вот видите стебли более удлиненные и если вы начнете удалять какие-то лишние листья этот вот стебель он оголится он и так со временем оголиться когда растение подрастет то есть станет взрослым составится до стебель оголиться а если вы будете пробовать удалять что-то лишнее вы просто с молодого растения еще не изросшегося уже сделайте старое еще один пункт формирования трейлерных сортов фиалок это срубание головы есть такие трейлеры которые по своим стартовым особенностям заявлены именно как трейлеры но вот они не посынкуются эти сорта и вот такие сорта либо же чтобы сформировать и вырастить пышный кустик нужно рубить голову молодому растению и выращивать сколько пасынков сколько вы хотите либо же высаживать три розетки в одно кашпо как правило вот эти трейлеры которые плохо посынкуются они дорастают до стартов и куда-то наклоняются в сторону сейчас покажу на примере вот видите ds jasmine у меня несколько розеток и абсолютно все они растут одинаково то есть деткой кустик может расти прямо как только превращается в старт где-то у него там закладываются пасынки кустик поворачивается на бок вот значит вот такие трейлеры можно выращивать три розетки в одном кашпо то есть высаживаете с наклоном смотрите на какую сторону идет рост трейлера и значит делаете перевалку ампельные трейлеры обязательно когда вы высаживаете несколько розеток в одну кашпо значит делайте высадку каждого растения ближе к бортику я вам это уже рассказывала кустовые же трейлеры если вы выращиваете вот такой полянкой в принципе не важно можно хоть посередине натыкать она все равно расползется по всему кашпо то есть тут нету такого что вот надо вот ампель до лучше всего ближе к бортику если вы затем у вас будет в планах вырастить куст еще больше то есть добавить кашпо большего размера при перевалке вы достаете растение вот какую-то часть вот тут от нижних листиков удаляется и таким образом заглубляется чтобы тут образовались дополнительные корешки а вот тут вот эти пасынки они сразу получают дополнительный грунт до им больше пространство и они начинают активнее расти в рост я наверное вообще вот я вам сегодня коротко вот так вот рассказала да но вот про трейлеры именно вот про посадку про формирование все-таки лучше всего рассказывать на примере одного сорта то есть показывать как растет сорт вот в одну голову как он растет в три головы вот есть у меня такие вот экземпляры в одну голову и в три головы посадку наверное тоже вот эту да как вот боком как закуп заглубить как все все нужно показывать и я наверное как-то возьмусь все-таки настроюсь и вот буду показывать вам именно на каждом сорте отдельно ds невеста вот хочу вам показать у меня кто-то спрашивал про этот сорт я что-то в комментариях не ответила сейчас достала показываю значит ds невеста это кустовой трейлер который три головы в одну кашпо я бы вообще не советовала высаживать вы видите вот как он растет также этот трейлер подгибает листочки вниз от вот видите вот это от пересвета вот такое так ведут себя фиалки все же таки от пересвета я вот на подоконнике тоже вот ds невеста вырастила всю зиму она у меня на подоконнике росла и здесь листики не так отгибаются под горшочек вот растение активно запасынковалась вот к весне ну а дальше посмотрю что с этого сорта получится я честно говоря так ни разу вот этот сорт и до цветения толком не довела потому что пока я к нему приспособилась поняла как растет этот сорт как он куститься то есть прошло до год год прошел ты только сейчас я уже вот смотрю что получится у меня все-таки вырастить красивый кустик ds невеста единственное какая неприятность может случиться я же много переращивала с листиков листики брала с еще не процветших растений и короче прям волнуюсь и переживаю чтобы у меня спорта не получилось вот поэтому в продаже пока ds невеста не будет либо же возможно если и будет то какой-нибудь спорт так дорогие мои коротко о главном я считаю что я рассказала вам вот конечно много очень нюанс вообще про трейлеры можно рассказывать прямо целый день дня не хватит про каждый сорт отдельно как он растет как он себя чувствует это такая тема очень обширная